В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сегодня наши гости – представители Приморского океанариума. Орнитолог Ксения Любинкина и Северин Леунов, тренер Дельфинария. Здравствуйте, ребята! В Приморском океанариуме интересные события произошли. Бэйби-бум. Настоящий бэйби-бум случился, с чем я хочу вас и поздравить. Спасибо. Как работников океанариума, как тренеров, как тех, кто занимается малышами. Давайте начнем сначала с той новости, которая уже появилась во всех СМИ, а другая еще не появилась. Давайте. Это пингвинята. Пингвинята Гумбольта. И с чего хочется начать? Ну, казалось бы, появились и появились, да, пингвинята, но что-то произошло из ряда вон, что обычно не происходит даже в обычной природе, не говоря уже о дикой. Что это? Это два пингвиненка у одной пары. Точнее, у нас у двух пар по два птенца. Для первой кладки, для первого потомства это прям... Вау! Это прям хорошо. А пингвины Гумбольта, их у вас, в принципе, сколько? И сколько пар стали молодыми родителями? 14 взрослых птиц, то есть 6 пар уже с малышами, с потомством. Но они же не так давно, да, в океанариуме, в принципе, уже... Да, 3 года. И уже появилось потомство? Да. А как долго вообще, в принципе, происходит вот этот вот процесс ухаживания, не знаю, там, зачатия, как это правильно назвать? Ну, для начала пингвины выбирают самостоятельно себе место для гнездования. Это могут быть норы и гнезда уже непосредственно на земле, ну, то есть на полу, как у нас. Далее мы приносим, ну, гарнитологи приносят материал для стройки гнезд, это ветки. Они уже сами строят себе гнездо, и с этого момента начинается уже самая интересная откладка яиц. Яйца лежат под родителями 39-42 дня, то есть это инкубационный такой период. Затем уже вылупляется птенец, и вот до 4 месяцев он тоже возле мамки находится. А вылупляются они в течение какого времени? В течение 24-48 часов. Проферёв происходит. Знаете, что ещё интересно, я помню по мультикам, наверное, это мнение, как это сказать, ну, не специалиста точно. Мне казалось, что и мама, и папа высиживают яйцо у пингвинов, нет? Да, да, у нас то же самое, да, сменяют родители друг друга, и во время кормлёжки тоже, ну, родители себя сменяют. То есть мама может поплавать, день может поплавать несколько часов, в это время отец находится, ну, либо на яйце, а потом уже на птенце. Слушайте, то есть они полноценно, как в дикой природе, вот, всё точно так же происходит. Да, самостоятельная семья, да. Второе событие – северин. Да-да. Ещё никто не знает, это нам… Сюрприз. Да, это сюрприз. Рассказывай. Ну что, родился у нас малыш серого морского кота, щенок. Что там, допустим, ещё по нему можно сказать, так, к примеру. Родился крепким, общительным, социализированным зверем, на удивление. Хотя мама у него немножко недоверчивая, вот, родился неожиданно, то есть это момент был… Никто не знал или как? Ну, как, подозревалась, но поначалу не могли догадаться, потому что было сложно сделать УЗИ то же самое, потому что аппарат УЗИ не пробивает подшерсток кошачий. Вот, но по внешним изменениям Марии, это мать, было принято решение, что это всё-таки беременность. Вот, и 23-го числа, примерно в 10, в 11-м часу вечера, ну, родился малыш. 23-го января или… Июня. 20-го года. О, вот, то есть это ему уже сколько? Ну, это ему уже 7 месяцев. Это он уже крупненький? Ну, не крупненький, но уже адаптированный, перешедший на кормление уже конкретно рыбой. Как же так? Как же так не доглядели? Кто папа? Папа – Зин, кот, который также содержится на экспозиции у нас вместе с Кнопой и Машей. А всего сколько котиков? Всего у нас 5 морских котиков, это 3 экспозиционных и 2, которые выступают у нас непосредственно в шоу. Это редкость, что в помещении, ну, как не в помещении, в учреждении, да, в центре научном появляется морской котик? Нет, это не редкость. Они достаточно часто оплодятся. Просто, не знаю, как вот в других заведениях, у нас это вот значимо. Потому что коты у нас находятся уже достаточно большой период времени. Они были у нас еще до открытия, так как нужно было адаптировать зверей и подготовить их к программе. И вот за столь большой промежуток времени родился первый щенок. А что касается пингвинят? Ну, наверное, попроще в размножении, потому что у нас пингвины только 3 года, и уже вот как только они созрели, у нас сразу первая кладка и успешная. Но это редкость? Что касаемо пингвинов гумбольта, скорее всего, нет. Потому что они достаточно неприхотливые птицы. Да, кстати, что это за птица такая? Пингвины гумбольта – это пингвины из рода очковых пингвинов. То есть они гнездятся в диких условиях. Это юг, Чили, Перу, каменистые берега и склоны. Они строят норы. То есть все это… Вот касаемо наших пингвинов, они не живут в снегу. Они любят теплый воздух, плюс 15 градусов, и холодную воду. Ну, холодная, относительно холодная, это плюс 11. Потому что это не антарктические пингвины, они не живут в снегу. Но из-за того, что они вот такие теплолюбивые, у нас удалось сделать нормальные условия, идеальные для размножения. И вот результат не заставил себя ждать. Мне кажется, вообще довольно большая редкость увидеть в океанариумах пингвинов. А наш приморский океанариум отличился. Ну, по крайней мере, в тех, в которых бывала я, наш единственный. Может быть, мне просто не довелось увидеть. Их сложно содержать? Главное – соблюдать температурные параметры. И солености воды, которым у нас занимается отдельная инстанция, которая следит за PH, за соленостью и так далее. Но с нашей стороны мы их любим, они это чувствуют, мы их кормим, они нам доверяют, поэтому у нас полная идиллия и доверие. Ну, кстати, да, в интернете же приморский океанариум выложил ролик с пингвинятами в том числе. И со взрослыми пингвинами тоже можно встретить различные ролики. И они очень контактные птицы. Да, они очень контактные, они дают себя погладить. То есть мы в этот момент можем их и посмотреть, взвесить, посмотреть, всё рассмотреть как надо. Но вот в момент появления яиц и птенцов уже стало труднее, потому что пары, они знают свои границы, своего гнезда, знают своих соседей прекрасно, и они не подпускают даже и чужих пингвинов, так же они не подпускают к птенцам и нас. Хотя мы их кормим уже три года, они всё равно, у них всё родительский инстинкт, и мы их зло. А малышей назвали как-то? Ещё нет. Ещё не дали именно? Правильно. А у котёнка уже появилось имя? Да, у котёнка закрепилось имя. Котёнка, щенка. Да, правильно, правильно. У него имя Марио. И это связано с тем, что в первые же дни, как он родился на свет, его потянуло к трубам. И поэтому, благодаря этому, и прицепилось он сначала, это как шутка была, Марио и Марио, скачет по трубам. Но в процессе это так привязалось, что другую имя просто не кажется, что подойдёт. Щенок, да, морского котика, он… как он себя ведёт? Он такой же шебутной и шаловливый, как все дети, или всё-таки морское животное, но отличается? Если сравнить, допустим, со взрослым морским котом, допустим, в быту, так назовём это, в свободном плавании, конечно, это постоянное в воде, постоянное выписывание всяких пируэтов под водой, то есть мотание стороны в сторону. А что касается тренировки, то достаточно разное. Он ещё не понимает, он ещё только учится, ему всё любопытно, интересно. И, в отличие от взрослых зверей, щенок конкретно, ну, в разы, наверное, лучше воспринимает контакт с человеком. И меньше боится, меньше у него стрессовых факторов происходит. Но, допустим, если у взрослого зверя что-то идёт не по забитому плану тренировки, это может как-то вести дисбаланс в поведение. Он может там отойти, испугаться, ну, не понять вообще, что происходит. С щенком же в данный момент, так как мы его растим, как сына полка, везде, всюду таскать его, со всеми знакомить. Он у нас уже познакомился с моржом, с другими морскими котами, которых он никогда не видел до этого, с белухами. Он ведёт себя достаточно спокойно и даже любопытно. Ну, моржа и боимся, потому что большое и крупное животное, да. С всеми остальными как-то притирается. То есть ты уже занимаешься его тренировкой? Я бы не назвал это тренировкой, а побольше социализация, адаптация. Тем более он был переведён сейчас из карантина в основное место содержания. Подчеркну, что карантин был только для того, чтобы выработать иммунную систему, чтобы он нормально работал, функционировал, для более лёгкого отслеживания его здоровья. И, в принципе, физического состояния. И как только было поставлено, что всё, зверь здоров, и как только он перешёл на кусковую рыбу, то есть от матери уже не зависит, мы его перевели в основное место содержания. А, кстати, вот интересно, от матери уже не зависит. А в какой момент щенки становятся уже независимы от матери? Кормление проходит до 4-5 месяцев, плюс-минус. Но это в природе. У нас вышло так, что примерно 6 месяцев. Опять же, мы не спешились с переводами. Мы могли создать условия, когда также через 4-5 месяцев он бы перешёл на рыбу. Но сделать так, что... И опять же, это получилось, в самом деле, случайно. Были технические операции с самой Машей, с матерью, в процессе которых просто было предложено Марио поиграться с рыбой, как он обычно. Это давалось ему, там, корюшка, там, филе селёдки. И он просто играл в неё. Мял зубами. Ну, и всё. Никого интереса больше не проявлял. А тут я ему поднёс, дал, и моментально он съел. Ну, и принято было решение, что Машу сейчас не возвращаем в течение какого-то периода времени. Если не ошибаюсь, не прошло 2 дня. На течение 2 дней он стабильно ел рыбу. Тут вернулась мама. Ещё 4 дня они побыли вместе, и всё. А с мамой, когда он находится, как они себя ведут? Ну, имеется в виду взрослые котики, как ведут себя с малышами? Взрослый котик, мать независима, на самом деле. Потому что в природе, как происходит, в первый этап развития мать постоянно рядом с щенком после родов, а потом ей нужно пополнять свои запасы. И она уходит в море. То есть они могут день не находиться рядом с щенком, там, чуть больше, но приходят и кормят. У нас же мать всегда с ним вместе. И поэтому были даже моменты, что оказалось, что он её достал уже. Были там такие мимолетные агрессии. Ну, поскольку, наверное, как мать своего ребёнка может прикрыть, когда он разбил вазу, к примеру. Ну, выяснили чуть-чуть отношения, и всё прошло. Да, поставила на место. Что касается пингвинов и их потомства. Мамы, папы, они как-то... Как долго они находятся с птенцами? Как они за ними ухаживают? С самого рождения они кормят птенцов сами, полупереваренной рыбой. И находятся пингвинята где-то 4 месяца до первой линьки. Потому что они сейчас в пуху, и когда они полиняют в первую винильную линьку, они уже смогут идти в воду. То есть если бы это было на природе, идёшь в воду, добывай рыбу сам. Ну, поэтому будем ждать 4 месяцев и смотреть, как они перелиняют, и уже будем сами подкармливать. То есть пух на перо они поменяют в 4 месяца? Да, ориентировочно 4-5 месяцев. И тогда начнётся уже обучение, их будут родители учить плавать? Плавать, да, в том числе и плавать. Нырять? Да, будем следить. Пингвины, кстати, пары создают на всю жизнь или нет? Моногамны. Наши пингвины на всю жизнь. Вот как они их привезли, они создали пару, так они уже 3 года на одних и тех же местах гнездования и с одним и тем же партнёром. А как ухаживают за птенцами сотрудники Океанариума? Мы к ним не подходим. То есть родители нас не подпускают, мы можем их максимум взвесить. И наша помощь там не требуется. Прекрасно родители справляются сами, их достаточно кормить. Мы кормим родителей, они кормят малышей. То есть я так понимаю, что птица, которая взрослая, она может проявить агрессию, если вы подойдёте. Постоянно. Клюются? Постоянно клюются, нащипаются они, да. И не подпускают мало того, что ни нас, ни других птиц. Ну и соседних гнёзд, и соседние норы. Они не подпускают к своему гнезду. А если не берём птенцов в пример, да, просто, если подходит сотрудник к пингвину Кумбольта, как пингвин себя ведёт? Ну, он может даже к тебе подбежать сам, допустим, по утрам и вечерам до кормления. Он сам подходит к тебе, может просить корм. То есть там не обращаешь, бывает на него внимания, он может тебя немножко так подклёвывать сзади, что, ну, посмотри на меня. Ну, дружелюбный, достаточно дружелюбный, и первые никогда не пойдут. Ну, признаюсь честно, когда мои коллеги тут среди некоторых есть просто поклонники пингвинов, говорили, пускай приведут с собой, естественно, в качестве шутки, потому что действительно они выглядят, я понимаю, что так говорить нельзя по отношению к представителям дикой природы, но они выглядят действительно очень дружелюбными и очень милыми. Ну да, в своё время, да. Вот такое гнездовое, они уже всё, агрессия. А котики морские, у них пары складываются каким образом? У них пары складываются в период, собственно, в период спаривания. То есть есть несколько этапов, там, как, репродуктивных период, он делится в несколько этапов, когда выходят морские коты. Там сначала самцы выходят, потом самки, они сбиваются, они делят территорию, самцы конкретно, более крупные, более полувозрелые. Они, естественно, отжимают себе на своей территории самок и с ними, собственно, и спариваются. Бывают даже моменты, когда самец может украсть самку с территории другого самца. Вот так. Да. Всё как в жизни. Вроде как. Щенки, они остаются рождённые, имеется в виду, в стенах учреждений, да? Они остаются в учреждениях или они могут быть выпущены в дикую природу? Для выпуска животного в дикую природу нужно проводить немножко другую работу. Если мы идём от отсутствия человека к полному присутствию, то есть во всех аспектах жизни зверя, то в адаптации к дикой природе всё происходит наоборот. От полного присутствия к полному отсутствию. Вплоть до того, что кормление происходит не от человека. Ну, то есть, если мы возьмём социализацию зверя, то это прогресс, к примеру, то в случае с адаптацией к дикой природе – это регресс. – Давайте тогда уже поговорим про взрослых котов, про взрослых пингвинов, коты морские. Я слышала, что они довольно агрессивные, что как раз-таки адаптировать их достаточно сложно. Ты с ними занимаешься. – Ну, я бы не сказал, что они прям агрессивные. Они очень своенравные, по крайней мере, северные. Что касается калифорнийских, южных, они более лояльные звери. И пик, допустим, у северных котов в агрессии – это период спаривания. Это самцы. С самками проще, они ведут себя примерно одинаково. Ну, на протяжении всего оба перемежутка. Единственное, что у самцов, что у самок, перед репродуктивным периодом происходит линька. Она достаточно мучительна у животных происходит. Ну, лезут новые волосы, те линяют. Ну, и у них начинается спад поведения. Это что касается неволи. Ну, и, соответственно, у самцов агрессия территориальная, плюс еще линька. Ну, и с этого агрессии рождается. А так коты на самом деле достаточно осторожные звери, назовем так. В какой-то мере даже трусливые. Северин, ну, вот ты работал с белухами, теперь с котиками. С кем еще? Да, я, может, и со всеми переработал. С кем интереснее, проще? Ну, вот к кому у тебя душа лежит больше? Да, ко всем. Абсолютно. Я бы не сказал, что у кого-то с кем-то проще, с кем-то тяжелее. Но у каждого есть свои нюансы. Где-то с белухами проще, где-то с остоногами проще, с теми же самыми котами. Что-то проще с дельфинами. Но процедура тренировки примерно одна и та же. Вот. Что еще сказать? Есть какие-то особенности их воспитания? Ну, может быть, как-то приучать к каким-то определенным командам? Не знаю. Всегда есть основа. Это брич сигнал. В нашем случае это свисток. Но вот это сигнал правильности. То есть после этого сигнала поступает еда. То есть слышишь свисток, значит, ты сейчас получишь рыбу. И таргет – это, может быть, любой предмет, рука, нога, голова, неважно. Это основа. Благодаря таргету учатся новые элементы. Благодаря свистку подкрепляется. То есть вырабатывается позитивное подкрепление и условный рефлекс в виде свистка. Ну, это почти как с домашними даже животными, как с собаками. Ну, и есть что-то общее. Опять же, методики одинаковые. Просто есть свои нюансы. Что собаку научить, что белуху используют не те же методы. Это интересно. Я никогда об этом не задумывалась. И сейчас ты рассказываешь, и я понимаю, что, в принципе, даже воспитывая там своего кота, я шуршу пакетом, он бежит есть. Я беру подушку, он от меня убегает, он знает, что что-то натворил. Но с домашними все-таки немножко все по-другому. Ну, это понятно. Я ни в коем случае не сравниваю. Прошло очень много тысяч лет, животные социализированы, у них уже забита эта жизнь среди человека. А что касается морских млекопитающих, там уже дикая природа. Инстинкты... Ну, тоже заложенные веками. Да. Тем более, естественно, у них хищники крупнее, злее, так скажем, соперники. Поэтому это тоже откладывается на их характере, как таковом. Ксения, каким образом происходит работа с пингвинами Гумбольта? Ну, у нас все проще, наверное, или сложнее. Это даже не понять. Они не так, как морские млекопитающие, будут реагировать на... Как это называется? Ну, на те или иные приемы. Да, на приемы или команды. Они сами уже к тебе подбегают, они сами знают, что им делать. Мы можем обыгрывать какие-то элементы. То есть мы можем их поставить в очередь. Мы можем им показать, что надо здесь подлезть, а здесь перепрыгнуть. Вот у нас было летом такое, что они подлазили под угами и перепрыгивали через барьеры. Они на жест могут просто пойти, потому что они пошли. Потому что они так захотели, и они пошли. Ну, то есть прыгнуть в воду они тоже могут, потому что это так положено, так надо. Это не какая-то определенная команда будет. Северин так хитро улыбается, глядя на тебя, как будто... Интересно слушать. Они же командой все время ходят. Ну, по крайней мере, где видела я. Да, постоянно. Постоянно они все всегда вместе. А почему так происходит? Постоянные животные. То есть они в природе? Да, всегда. Они по одиночке? Нет, они всегда живут в группы. И на охоту они ходят в дикой природе, то есть группой какой-то компании. А, кстати, в дикой природе где у них места обитания находятся? Каменное песчаное побережье. Ну, то есть норы... Географически? А Чили, Перу. И в наш океанариум они откуда попали? Они рождены в Германии, в зоопарке. То есть их не взяли с природы и уже через поставщиков к нам. А сколько вот так вот в среднем живет пингвин Гумбольта? В искусственных условиях до 30 лет спокойно. Вот так. То есть дольше, чем многие животные, которые с нами рядом живут. Да. Очень часто можно видеть на страницах Приморского океанариума о том, что пингвины рисуют, еще чем-то занимаются. Можно увидеть, как они бегают за солнечным зайчиком. Да, это тоже потому, что это им интересно. То есть солнечный зайчик интересен им. Мы это увидели, мы это запомнили и показываем. И рисуют лапками, пальчиками, красками. То есть они пробегут по краске, и потом бегут по чистому какому-нибудь ватману или бумаге, оставляя следы за собой вот эти. Эти картины потом где-то как-то разыгрываются, может быть, или что с ними происходит. Не знаю. По заказу. Посетителя азаринариума забирают. Вы заметили, да, но это же надо еще приучить. Они как-то приучаются к чему-то. Они, ну, не люблю слово дрессировка, ну, воспитанию какому-то поддаются или нет? Ну, пингвины вообще своенравные такие птицы. Они также могут обижаться. И они знают, где хорошо. И вот когда хорошо, они будут это хорошо повторять. То есть они увидели, что мы там за что-то их покормили. Да, то есть элемент подкрепления такой же присутствует. Ну, да, он похож, там, отдаленно на подкрепление у морских млекопитающих. Но они не особо его могут запомнить, потому что пингвины у них, как у любой птицы, быстрый обмен веществ. И короткая память, да? Да, если он будет там сытый, он ни за что к тебе не подойдет и не будет там что-то показывать, потому что ты этого хочешь. Где можно их увидеть в Приморском океанале? На экспозиции «Полярный мир». И что там в ней? Они ныряют и показывают. Да, там они бегают, ныряют, чистятся после кормежки. Можно уже увидеть птенцов, которые начинают осваивать территорию вокруг своего гнезда. Да, родители не пускают пока птенцов в воду, потому что у них перо, да. Раз перо, они не могут плавать пока. Поэтому их уже видно. Они останутся в океанариуме, птенцы или? Да, птенцы останутся у нас. Это же вам площади придется расширять. Наша экспозиция достаточно крупная. И по меркам воды, то есть бассейна, да, и по сухому, сухой территории. Ну, эти пингвины нам хватит места. Северин, ты работаешь довольно давно в океанариуме со всеми животными. Кто еще появлялся на свет? Появлялись ларги, но это отдел ЦКП, научная деятельность. И там свои люди, свои тренера, так скажем. И этот вопрос лучше породам, если конкретно тех зверей к ним. Это понятно, да, к их специалистам. Среди белух... Белухи не размножаются в неволе. И вроде как было. Был один случай всего в мире. Но, как я понял, там создавались условия. Так как белухи живут хоть и стайно, но это самцы. Самки, они, как правило, вне. Вне репродуктивного периода они не находятся самцами. Они находятся либо с матерью, либо мать, сама белуха и ребенок, белушонок. Что касается морских котиков, какую сегодня программу они представляют в дельфинарии? Которые у нас выступают? Да, да. Ну, достаточно интересная программа. Ее показывает у нас Олеся Чернышева. Достаточно... Она коротенькая, элегантная, так скажем. Ну, что конкретно по элементам. Но, я думаю, лучше просто прийти и посмотреть, нежели чем вот так рассказывать. А ты сам как тренер выступаешь еще? Да, с белухами. Ну, и в скором времени, я надеюсь, что вот с щенком. Так это твое подрастающее поколение будет? Да, мое. Он тебя узнает, слушается? Да, он узнает прекрасно. Меня визуально, на голос. Только слышно на голос, сразу же бежит. Все, ждет. Даже банально сегодня была ситуация, когда подошел просто посмотреть, все ли все хорошо. Ну, время подходило, естественно, к кормежке. И Марио прискакал, встал вот за дверь и сидел, ждал. Если обычно такая модель поведения ему не присуща была. То есть, ну, я ушел, и он ушел плавать. Тут я возвращаюсь уже с рыбой, и он все как сидел, так и сидит, ждет. То есть, ну, разве что хвостом не виляет. Ну, может быть, и виляет. Просто незаметно было. А ты им занимаешься уже вот так вплотную. Есть какие-то идеи, что... Ну, сильно далеко заглядывать не будем, но, может быть, что бы тебе хотелось сделать в его программе? Что конкретно по программе, элементы и набор элементов, как правило, один и тот же в любом дельфинарии. Вот, просто вариации, в каком расположении, как их совместить и так далее. Ну, свои идеи, конечно же, есть. Но для начала у меня мысль и идея – это познакомить его с другими животными, так чтобы это было, не было стресса у Марио и, собственно, у других зверей. Вот, в планах создавать парные работы, дай бог, что все будет прекрасно, в плане никаких ошибок не будет совершено, и у животного там, ну, ничего в голове не перемкнет, так скажем. Ну, то есть, не заложится какой-нибудь страх, стресс, который будет мешать в дальнейшей работе. Но работаем, в принципе, с учетом всех возможных ошибок. Просчитали. Ну, все просчитать, конечно, невозможно, но по максимуму просчитали. И готовы выкручиваться из любой ситуации, в случае чего. Ну, опыт есть. Да, можно так сказать, естественно. Пока что адаптация полнейшая, чтобы можно было с ним прийти, хоть, не знаю, хоть на заезд в Коке-Конариум, чтобы он нормально себя спокойно вел, не боялся. Ребята, я желаю вам удачи. Спасибо. Потому что, ну, действительно, то, что вы делаете – это какие-то удивительные вещи, работать с морскими животными. Ну, я бы очень хотела, но, наверное, я бы не смогла. Приходите, пробуйте. Да, мне кажется, это безумно интересно, но и для этого нужно иметь какие-то определенные качества души и, конечно же, знания. Так что спасибо за ваш труд. Приходите к нам еще. Обязательно. Это была программа «Время говорить». И в гостях у нас были представители Приморского океанариума. Орнитолог Ксения Любинкина и Северин Леунов, тренер «Дельфинария». Мы говорили о новых, только что появившихся на свет обитателях. В студии работала Юля Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова